Всем привет! Меня зовут Роман. Меня зовут Юрий. И на ваших экранах передача мы проверим. Осень, дожди. И в такой ситуации вы сами понимаете, что разжечь огонь на природе это все равно, что загорать под дождем. Но для таких целей люди уже давно создали охотничьи спички. О них вы все прекрасно знаете, но мало кто из вас догадывается о существовании китайских охотничьих спичков. Но вам повезло, сегодня у нас есть и китайские охотничьи спички, и обычные спички охотничьи русские. Ну а теперь, друзья, время представить наших испытуемых. Итак, китайские спички. Стоят они где-то около 100 рублей, 2 долларов, как хотите. Написано то, что горят под водой, горят при ветре. Ну, короче, все те же функции и свойства, как у охотничьих спичек. Сделаны они вот в таком, как вот, знаете, киндер-сюрпризы были. Вот в таком же чехле. И что из себя представляют? А, ну, большая розовая головка. Как звучит-то, как не очень. И обычная спичка, да, ничем не отличается, в принципе. Так, с ними познакомились. Теперь у нас есть дальше охотничьи спички зенит, вингер. Ай, комары здесь. Вот как раз-таки здесь сразу видно, что это охотничьи. И еще у нас есть одни спички, называются они экстрим. И здесь, кстати, даже, в принципе, слово-то... А это охотничьи вообще нет? Или просто так называются? Есть еще такая разновидность, знаете, спички экстрим. В принципе, смотрите. Очень сильно похожи на зенитовские спички. Может быть, просто под разной упаковкой один и тот же продукт. Одной спичкой, пожалуйста, костер подожгите. Значит, царь. Вот хорошо, вот из таких веточек я зажгу. Без проблем, как вы хотите. Пожалуйста, одной спичкой. А что будет мне за это? Ничего не будет. Ну, блин, так интересно. Вас никто не трогает. Вот так присутствует. ВДВ. Угу. Твою мать. Вот, сука, я пьяный. Ну, блядь, я пьяный. Всем спасибо, всем до свидания. Мы сейчас протестируем самое главное свойство всех этих спичек. Это водонепроницаемый. У нас есть замечательная лейка. У нас есть замечательные спички. И давайте приступим. У всех спичек заявлено вот в характеристиках то, что горят в любую погоду. Вот, например, возьмем эти спички, да? Здесь показаны и рыбаки, и в Арктике где-то люди добывают золото. Спички экстрим. Так. Вот они и разгорелись. Я думаю, можно уже поливать. Сейчас, пусть еще немножко сгорятся. Убирай коробок. Итак. Хорош? Горят все равно. Еще раз. Еще просто. Нет, они продолжают гореть. В тоимость вот этих спичек составляет где-то 50 рублей примерно. Следующие спички у нас из города Санкт-Петербурга. Так, обильный дождь пошел. Нет, они продолжают гореть. Дым идет. Кстати, неплохо горят. Еще раз. Дождь пошел. Вот прям очень хороший прошел. Нет, их даже можно в воду просто опустить, и они продолжают гореть. Ну, мне кажется, что в тех спичках, которые экстрим, у них больше вот это напыление горящей смеси. Также стоит 50 рублей, и в принципе, сильно от экстрима они не отличаются. Но экстрим может быть чуть помощнее. Мы здесь собрались. Это сравнить спички наши, которые можно у нас в магазине купить, и которые можно купить в Китае. Чем же китайские спички могут вообще отличиться? Но единственное, уже минус, да, то, что они короткие. Да. Уже использование их не очень удобно. Но они больше похожи под обычные наши. Она очень быстро разгорается, мы не успеем ее испытать. Слишком странные какие-то стычки, то есть даже если ты будешь там разжигать тебе покушать зимой где-то в Арктике, да, то ты просто даже не успеешь зажечь огонь, зажечь газетку, и все, у тебя спичка сгорела. Мгновенно, да. Даже обычные спички горят меньше, больше, больше по времени. Давай сейчас без воды просто посмотрим, как она хоть горит. Зажигаются они как-то хуже, или просто... Может быть, просто ем. А попробуй другой черкаш. Вот они мгновенно просто сгорают. Скорость горения, конечно, да. И знаете, друзья, как-то по ощущениям, то что они действительно такие хлипенькие, вот идет горение без такого шума, как там, вот как торпеда какая-то шумит. Да-да-да. Как будто горелку зажгли. Давай еще. Давай попробуем. Сразу две или три попробуй штуки. Хорошо. Но она догорает. Да, она догорает, но такое ощущение, что от нее уже больше ничего не дожжешь. То есть она по инерции просто доходит до конца головка, но огня так какового не видно. Китайскими спичками все сложно и, в принципе, бесполезное приобретение. И стоят они дороже, нежели вот эти все наши спички. Они стоят где-то около 80 рублей, если не ошибаюсь. Я вот здесь где-то цену оставлю, может быть дешевле, может я ошибаюсь, но мне что-то кажется, что они где-то около 3 долларов. Ну а сейчас, друзья, смоделируем ситуацию. Мы пошли куда-то в поход и, я не знаю, поехали на дачу. И намокла у нас газета. Вот она была в рюкзаке. Рюкзак полностью промок. Пытестировали сейчас на газете лучшие спички, по нашему мнению, которые вот сегодня были в нашем испытании. И даже они не могут зажечь мокрую газету. Рюкзак полностью промокрую газету. С водой все понятно, не тухнет, все отлично горит. Но вот, живое брожение, кефир, вот вопрос. Думаю, вы нигде не видели такого испытания спичек охотничек на кефире. Специально стакан побольше взяли. Ага, отлично. Спички у нас все те же. Давайте начнем с китайских. Что мы всегда начинаем с крутых спичек? Мы начнем с китайских родных спичек. Итак. Здесь уже настолько черкаш плохой? Ага. Ну, сгорело, сгорело. Но тяжеловат с китайскими. Давайте все-таки уже проверенные спички Вингер Зенит. Спичка полностью сгорела. Даже в воде, в земле, в воде. Обалдеть. Еще со школы мы знаем то, что огонь горит за счет кислорода. Сейчас она разгорится, как раз эта головка ее, и начнет гореть. Так, смотрим, 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 горит. Видно горит, давай, закрывай. И пока горит, друзья. Поставь ее, она может пыхнуть. Закончила, друзья, она горит. Юра, бедный, перепугался. Он на соседней даче уже. И давайте посмотрим. Да, ну, не зря он боялся, конечно. Если бы две было бы здесь спички, я думаю, это выгорело до конца. На этом сегодня и все, дорогие друзья. Не забывайте, что все самое интересное находится в описании под видео. С вами были Роман, Юра, Костер, Виталя за камерой и Серега на соседней даче. И до скорого! Можете сказать всем спасибо, всем пока! Хайду-йду! Я тоже спасибо, всем до свидания! Хауду-йду, как дела? Откуда ты знаешь?